Главная новость мировой политики. Межсирийские консультации в Женеве приостановлены. Переговорный процесс забуксовал, по сути, и не начавшись. Но говорить о провале не стоит. То, что происходит сейчас, международные посредники дипломатично называют паузой. И выражают осторожный оптимизм, что встречу удастся возобновить уже 25 февраля. Все подробности у Антонины Кукушкиной. Тайм-аут на три недели. Неожиданное заявление от спецпосланника ООН по серии Стафана Демистура, очевидно, удивило многих. До этого он уверял, переговоры стартовали. При этом сами делегации, и это, пожалуй, единственное, в чем они солидарны, уверены, переговоров не было. То есть на перерыв ушли, по сути, так к делу и не приступив. Я принял решение взять временную паузу. Повторю, временную паузу. Это не конец и не провал переговоров. Обе стороны подтвердили, что заинтересованы в начале политического процесса. Я определил дату начала следующих переговоров. Это 25 февраля. То, что процесс будет сложным, было понятно сразу. Об этом говорило хотя бы то, что реально садиться за стол переговоров. Стороны не собирались. Все общение должно было вестись через Демистуру. ООН уже доносил оппозицию каждой из них до оппонентов. Такая челночная дипломатия. К тому же, с самого начала вопроса вызывал даже состав делегации оппозиционеров. В нее настойчиво пытались включить представителей группировок, которые, например, в России считаются террористическими. В то же время, к консультациям из-за давления Анкары не допустили курдов, которые контролируют 15% сирийской территории и вносят существенный вклад в борьбу с группировкой ИГИЛ, запрещенной во многих государствах, в том числе и в нашей стране. К тому же, оппозиция, которая и так фактически игнорировала встречи с Демистурой, проведя всего одну, выставила массу предварительных условий. А сразу после заявления спецпосланника ООН ее представители выступили с ультиматумом. «Делегация покинет Женеву и не вернется, пока не будут выполнены наши требования в гуманитарной сфере. Или мы не увидим каких-либо изменений». Правда, позднее Рияд Хиджаб сам же опроверг свои слова, заявив, из переговоров оппозиция не выходит и 25 февраля в Женеве будет. Представители Дамаска уверены, приостановка консультаций в интересах оппонентов, которые, в свою очередь, выполняют указания своих спонсоров. И ООН пошла у них на поводу. «Мы считаем, что то, как спецпредставитель ООН оправдывал решение делегации от Рияда покинуть переговоры, в соответствии с инструкциями Саудовской Аравии, Катары и Турции, противоречиво и имеет мало общего с действительностью». В делегации Дамаска также заметили, процесс затормозился на фоне успеха сирийских правительственных войск, которых поддерживает ВКС России. Как раз накануне, после длительной осады, им удалось вплотную подобраться к Алеппо, прорвав плакады двух близлежащих городов. Сейчас войска преследуют террористов по всему фронту. По данным сирийских военных, боевики несут серьезные потери. Но самое главное, удалось перекрыть основной канал снабжения террористов с территории Турции, по которому они подвозили боеприпасы и могли получить подкрепление. При этом представители оппозиции в Женеве требовали прекратить это наступление правительственных войск, что вызвало недоумение в Москве. Их попытки сорвать переговорный процесс под предлогом того, что Россия продолжает осуществлять военную операцию в Сирии, являются абсолютно неприемлемыми, поскольку речь идет о борьбе с террористической угрозой в этой стране. И второй предлог в том, что они не могут участвовать в переговорах, поскольку это не позволяет усугубившиеся гуманитарные ситуации в Сирии, также является несостоятельным. Так или иначе, сегодня стороны покидают Женеву. Покинет ее и Стафан де Мистура, который отправится в Лондон на встречу так называемых доноров Сирии. Туда приглашены все, кроме представителей законной сирийской власти. Такие вот альтернативные переговоры. Вернутся ли делегации в Женеву – вопрос открытый, ответ на который станет понятен в конце февраля. Антонина Кукушкина, Илья Журавлев, Первый канал.